В правительстве отреагировали на информацию общественников о том, что в стране может возникнуть дефицит риса. Дело в том, что на этот продукт появился повышенный спрос в России, и наши производители стали продавать рис соседям в большем объеме, чем обычно. Это уже привело к удорожанию злака в нашей стране. Зинара Нургалиева узнавала, какова вероятность, что рис исчезнет с пола, как это было с сахаром. На заседании Кабмина глава правительства поинтересовался у министра сельского хозяйства ситуацией с рисом. Моу ранее в СМИ писали, что Россия активно скупает этот продукт, и экспорт большими объемами может привести к дефициту риса на магазинных полках. Сейчас ситуация стабильная по рису. Если говорить в цифрах, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тысяч тонн. Более того, указанных объемов будет достаточно, вплоть до получения нового урожая 2023 года. По данным Бюро национальной статистики, основным покупателем этого продукта является Российская Федерация. Оптовая цена примерно 362 тенге за килограмм. В этом году соседям поставили более 9 тонн очищенного и свыше 24 тонн дробленого риса. Сечка, как отмечают в Минтельхозе, особым спросом в нашей стране не пользуется. При этом информация, что неограниченный вывоз казахстанского риса за рубеж якобы грозит рисовым кризисом, недостоверно отмечает в ведомстве. Однако эксперты советуют обратить внимание на цены. Если мы возьмем цену в сентябре 325 тенге и 450, то мы увидим, что цена выросла на 38%. И в принципе, те, кто занимаются реализацией риса, они считают, что это не предел. Может быть, какие-то ввести ограничения, а какую-то квоту ввести. Скажем, вот такой объем вы можете реализовывать за пределы страны? Не более где. Рис в нашей стране входит в перечень социально значимых товаров. Его розничная цена, по данным Министерства сельского хозяйства, 489 тенге за кило. Опрошенные респонденты в некоторых казахстанских городах указали следующую стоимость данного продукта. В Казаларде и Алматы цена за килограмм начинается от 400 тенге. В Кустанае практически от 500 тенге. В столице 525 тенге, Актал 573 тенге, Павлодар 550 тенге. И дороже всего рис оказался в Шемкенте 660 тенге. В кулуарах правительства министр торговли Серик Жумангарин, совмещающий должность заместителя премьер-министра, заверил, что с казахстанским рисом не будет таких проблем, как с сахаром, дефицит которого устро ощущался летом. В этом году за 10 месяцев мы экспортировали 76 тысяч тонн. На сегодня у нас порядка 250 тысяч тонн запасов есть. При месячном объеме потребления порядка 80 тысяч тонн. То есть никаких угроз нет. Итак, члены правительства считают, что дефицит белого риса в стране не будет. Ну а для более точного анализа и изучением этого вопроса в Казахстане займется специальная межведомственная комиссия.